Добрый вечер, уважаемые телезрители! Четверг и, как всегда, в это время на телеканале «Тонус» в прямом эфире очередная передача «Полный контакт». Я с большим удовольствием хочу представить вам, уважаемые телезрители, нашего сегодняшнего гостя и собеседника, известного не только у нас в стране, но и во всем мире богослова, доктора богословских наук, профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова. Добрый вечер, Алексей Ильич, мы рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня для меня, например, несколько необычный эфир. Впервые мне приходится проводить эфир с человеком, я бы не сказал этой профессии, но такого убеждения, как вы. Встречаемся мы с вами в праздничные дни. Только недавно прошло Рождество, во вторник крещение, если не ошибаюсь, вот эти дни святочные, так называются, святыми. Я надеюсь, эфир у нас будет чистый, гладкий и святой. Алексей Ильич, хотелось бы вот о чем с вами поговорить и услышать ваше мнение, вот по каким вопросам. Напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, телефон нашей студии вы знаете и можете звонить. Наверное, вопрос, который интересует и волнует не только меня, но очень и очень много людей и в нашем городе, и на земле. Есть люди, которые верят в Бога, есть люди, которые не верят в Бога, атеисты. Не доказано, есть Бог или нет Бога на самом деле. То и другое недоказуемо. И если говорить о нашей религии, о православии, то ведь существует очень много религий. Мы знаем вот три основных религии. Это буддизм, мусульманство и христианство. И каждый из них считает, что она именно истина. Не говорит ли это о том, что даже в среде верующих наблюдаются, скажем так, несовпадения позиций или существуют разные мнения. Нельзя ли сказать, что поскольку много религий, то Бога-то на самом деле и нет? Вы правы, этот вопрос интересует действительно очень многих. И его приходится слышать довольно часто. Но вот в отношении проблемы бытия Бога. Ведь вопрос, к чему, собственно, сводится. И к чему очень часто обычно сводят его те, которые спрашивают. Если его попытаться сформулировать очень кратко, совсем кратко, то вопрос к тому сводится. Можете ли вы доказать, что есть Бог? Вот это я и хотел у вас спросить. Вот видите. Да. На это приходится отвечать, знаете, каким образом. А вы знаете, что такое доказать существование какой-либо реальной вещи, реального явления, реального объекта? Что значит доказать? Вот довольно часто я на лекциях даже привожу такой пример. А вот можно ли доказать, что существует жирафа? Если уж так, знаете, строго, очень строго размыслить. Так строго, что более невозможно даже. Ведь жираф и существовать не может. Такая длинная шея. Совершенно очевидно, что какая же гипертония должна быть у такого животного. Невероятная. А если еще представить, где живет эта жирафа? В пустыне, где водятся львы, хищники. Тут же перегрызут эту длинную шею. Поэтому утверждение тех наивных людей, которые говорят, что будто бы существует это длинношеие животное, это просто абсурд. Его быть не может. Но мы видим его. Вопрос. А как доказать, что он есть? Оказывается, в науке существует два очень интересных, я бы сказал, критерия. Не столько интересных, сколько важных и необходимых. Когда говорят о доказательстве какой-то вещи или явления, то предполагается первое. Или вообще предполагается следующее. Нужно найти средство убедить человека, чтобы он сам мог убедиться в этом. Как он может убедиться в этом? Двумя способами. Или он может поверить тому, кто видел это. Это первое. Есть такие чудаки, которые считают, что будто бы жираф существует. Но поскольку все, как вы видите, научные выводы против, то можно усомлиться. Второе требование научное такого рода. Хорошо, я все-таки не доверяю этим людям. Ну, мало ли, знаете, особенно там в пустынях. Миражи разные могут быть. Такие картины. Ну, конечно. Второе есть критерий. Это принцип верификации. Он заключается в том. Что доказывающий или убеждающий в чем-то должен предложить реальный способ проверки самому тому человеку, который хочет убедиться в существовании этого, допустим, животного. Вот если с этой точки зрения мы подойдем к проблеме бытия Бога, тогда смотрите, какая получается ситуация. Ведь как убедиться действительно, что есть жирафа? Или я верю людям, которые видели, или если я не верю, мне скажут, ну, съезжай, можете съездить в московский зоопарк, ну, нет, там, в конце концов, в Кенийский парк. И там увидите. И там увидите. А как быть в отношении от бытия Бога? Что значит доказать, есть ли он или нет? И вот с этой точки зрения, с точки зрения этих двух, двух, я бы сказал, ну, требований, которые предъявляются в этом плане, В отношении Бога, первое, существует огромнейшее количество людей за всю историю человечества. Причем людей не каких-нибудь, а людей, которые ставили своей целью, целью жизни, не допустить никакого греха, то есть, никакого обмана. Всячески избегать какой-либо фантазии, всяких мысленных грез. И вот существует огромнейшее количество людей, которые утверждают, что они реально пережили Бога. Реально. Причем это свое убеждение часто они подтверждали не как-нибудь. А если мы обратимся, например, к истории христианства, то здесь мы встречаем поразительную картину. Как вам, наверное, известно, первые 300 лет существования христианства шло непрерывное почти гонение на христиан. Христианство было поставлено вне закона. Религия вне закона. За одно имя христианин человек подвергался казни. Причем не какой-нибудь казни, а жестокой казни. И вы представляете, что миллионы людей предпочли умереть этой жестокой смертью, но не отказаться от своей веры в Бога. Причем, знаете, что очень часто требовалось при этом? Очень немного. Достаточно было взять горсть, зерен и бросить на жертвенник перед кумиром. И все. Человек тут же освобождался. Нет. То есть, следовательно, у них это было не мнение о том, что есть Бог, не предположение. И даже, если хотите, не твердая уверенность, а это было убеждение и такой силы, за которую они отдавали жизнь. На это можно возразить. Ну, знаете ли, есть герои любой идеи. Верно. Согласен. Мы находим подчас страдальцев за самые фантастические идеи. Сколько их? Единицы. Здесь миллионы. И повторяю еще раз, каких людей? Многие из них, которых церковь, например, называет святыми. Что значит? Повторяю еще раз. В мыслях они боялись допустить ложь. Даже в мысли, тем более, обмануть человека, который спрашивает. Итак, мы имеем, во-первых, огромнейшее количество тех, которые свидетельствуют, да, есть Бог. Мы сами его непосредственно пережили, видели. В этом смысле. Бог – дух. И его видеть глазами этим нельзя. Мы пережили. Это первое. Но вот когда мне об этом расскажут, я все-таки так подумаю и скажу, ну, верно, они-то видели, но они убеждены. А я бы хотел сам убедиться. И я бы хотел. Есть способ к этому или нет? Христианцы на этот вопрос отвечают, я бы сказал, совершенно однозначно. Оказывается, есть целая, если хотите, наука. Религия – это есть наука. Целая наука, пройдя которую, человек действительно убедится, что он есть. Но наука совершенно необычная. Это не математика, не инженерное дело, не физика. Здесь совершенно другой подход и другой принцип. Кратко он сформулирован в Евангелии таким образом. Блаженны чистые сердцем. Они увидят Бога. То есть, оказывается, условием познания Бога, его существования, во-первых, и затем его переживания как такового, является нравственная чистота совершенства человека. Недаром еще древние-древние мыслители говорили, подобное познается подобным. Так и здесь, оказывается, по своему нравственному, по своему духовному состоянию, приходя в подобное Богу состояние, человек способен начинает ощутить Бога, соединиться с Богом, пережить Бога, убедиться, что он есть. Итак, если говорить о доказательствах, о доказательстве, то христианство предлагает, первое, колоссальное количество свидетелей. Второе, дает путь проверки самому человеку, убедиться в истинности их свидетельств. Вы сказали, что религия и атеизм, кажется, находятся на одной плоскости, одинаково недоказуемо. А посмотрите теперь, давайте те же критерии попытаемся применить к атеизму. Первое. Каких свидетелей может предложить атеизм, который бы сказали, мы знаем, что нет Бога? Интересно, кто может это сказать? Само основное требование науки, утверждение, что познаваемый мир бесконечен, а это действительно так, познаваемый мир бесконечен. О чем говорит? Что любое познание наше на любой данный момент является ничтожной каплей в океане непознанного. А скажите, что можно сказать о человеке, который, подойдя к гигантскому дворцу и пройдя одну-две комнаты, прекрасные комнаты, обставленные, чистота, порядок, заявит, не встретив там никого, заявит, да тут никто и не живет. Скажет, простите, вы всего только одну-две комнаты посетили, а там еще тысячи. То есть, повторяю, могут ли вообще в принципе быть такие свидетели атеизма, которые бы сказали, я знаю, что нет Бога? Нет. Первое, полностью отпадает. Второе. Пойдем к второму. Что ответит... Как убедиться за тем, да? Что ответит человек, когда вот я спрошу его, человек атеистических убеждений, я спрошу, простите, я бы очень хотел бы узнать, что мне нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет. Я слышу, что без Бога широка дорога, живи как хочешь. Все, что тебе позволено. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что нет Бога? Скажите мне, пожалуйста. Вот такое молчание является ответом. Причем, учтите, этот вопрос я задавал не кому-нибудь, не простым людям, а задавал людям самого высокого философского уровня образования и степеней. Ответ – молчание. Представьте себе, если атеизм не может ответить на важнейший вопрос, на существо всего его утверждения, что я должен сделать, чтобы убедиться, что нет Бога, не может ответить. Что же тогда стоит это мировоззрение, простите? И так, кажется, мы с вами немножко смогли обсудить. Религия, с одной стороны, имеет и свидетелей, и предлагает путь проверки. Атеизм не имеет ни свидетелей, ни дает средства проверки. По-моему, это уже очень о многом говорит. А если мы возьмем другие вещи? Например, такой факт, что вера в Бога является общечеловеческим фактом. Общечеловеческим. Плутарх, известный римский ученый, говорил, что вы обойдете народы, вы найдете города без дворцов, без монет, без государственного устройства, но вы не найдете ни одного племени, в котором бы не было жертвенников поклонения божеству. Действительно так. Не найдено ни одного племени нерелигиозного. Я помню, когда однажды встретил книгу Зыбковца, нашу известную доктора философии. Он занимался все время религией. Книга называлась «Человек без религии», по-моему. Я тут же бросился читать. Мне интересно было. А оказывается, нет, предположение существует, что будто бы нигде не найдено племени безрелигиозного. Неужели это опять ни о чем не говорит? Я уж не говорю о других вещах. Существует в богословии, вы знаете, очень много, я бы сказал, так называемых доказательств бытия Божьего. Сейчас, конечно, это не время и не место излагать их. Но скажу вам, что аргументов очень много, подтверждающих бытие Бога. Возьмите хотя бы вот самых близких нам. Вот Ян Кронштадтский, например, он скачался в 1908 году. Человек, о котором написаны, что называется, горы книг. Это удивительный человек. Удивительный чем? Я уверен, что в этих книгах мы встречаем множество, паразитное множество фактов исцеления, чудотворения, которые совершались на глазах всех людей. Причем колоссальное количество. Как нужно относиться к этому? Колоссальное количество чудотворений. Часто по телефонному звонку, по телеграмме. Уж не говорю о непосредственном контакте его с другими людьми. А Ксения Петербургская. Стоит только в Петербург приехать. Весь Петербург знает, кто это такая. И все это случайно. Все это просто так. Все это психологизм. Вот так. Это то, что, кратко, конечно, то, что можно сказать по вопросу, который касается бытия Бога. И доказательств его бытия. Так можно, Алексей Лесеев? Я сразу попробую вам. Не то, чтобы возразить. Я хотел бы сказать, чтобы вы верно поняли, наши телезрители, у нас сегодня не диспут с вами. Конечно. Поскольку я не столь силен в этой науке. Но одно из утверждений, которым пользуются люди, самые простые, смертные, обыкновенные, сталкиваясь с тем или иным явлением, с тем или иным случаем своей жизни, они говорят, да, если Бог есть, если Бог это любовь, то почему войны, почему люди убивают друг друга? Почему была война в Афганистане? Почему война в Чечне? Почему сейчас американцы бомбят Ират? Неужели это Богу угодное дело, а оно ему угодно? Как вот можно твердо верить в Бога, зная, что вот такое вот на земле творится? Совершенно верно. Обычно, когда мы обращаемся к этому вопросу, то всегда возникает ответная просьба. Просьба такого рода. Вы все, как внук, большинство людей живут в семье. Да. Откуда у вас эти ссоры, скажите? Неужели это Богу угодно? Подчас драки. Нередки разводы. Откуда это? Неужели Богу угодно это? И каждый, кого спросите, скажет. Она скажет, он виноват. Он скажет, она виновата. В том-то и вся суть, что все эти процессы, процессы трагические, которые в маленьком масштабе – это семейные ссоры, в общественном – более крупные явления, в мировом масштабе – это между отдельными государствами и народами – чем обусловлены? Христианство указывает на корень этих вещей. Оно что говорит? Очень просто. С пятого этажа, вот у вас четвертый этаж, да. Вы, наверное, посоветуете, как спускаться отсюда. Ну, по лестнице, правда? Интересно, по лестнице. А вот, видите, как, а мне не хочется, а я хочу в окно. Знаете, так интересно парить в воздухе, так великолепно и быстро. Вы скажете, что вы, разве можно? Вы забыли про закон тяготения. А мне не нравится закон тяготения. То есть, откуда причина всех этих конфликтов? То, что христианство именует грехом. А что такое грех? Нарушение объективно существующих, нравственных, психологических и прочих законов нашего бытия. Ссоры в семье откуда? Мы же знаем. Вот оттуда же происходят и контакты глобальные. Так что не Бог является, конечно, причиной этих вещей. Напротив, Бог просит, предупреждает, говорит людям, вот заповеди. Что такое заповеди? Заповеди – это как раз есть не требование Бога, совсем нет, а предупреждение Бога о том, что не делайте вот так, иначе вам будет плохо. Не ходите туда на улицу с четвертого этажа в окошко, иначе вы поломаете себе ручки и ножки. Вот вам будет и война, вот вам будет и трагедия. Вот. Каким образом? Я говорю, в принципе, так отвечаю на этот действительно волнующий очень многих вопросов. Причина, значит, где? Не в Боге, а в нашем рабстве вот этим вот, то, что называется, страстям. Я не могу ни пить, ни пьянствовать. Видите ли? Не можешь? То что ж ты винишь Бога, когда у тебя цирроз печени возникает? Бог виноват. У соседнего народа, ой, какие хорошие земли, так, хорошие поля, полезные ископаемые. И двинулся Гитлер на Россию, разбогатеть захотел. Вот вам войны. От страстей это происходит, от грехов. Вот в чем причина. Вот так я бы мог пояснить. Просто, просто, да. Ну, вот мы как раз подошли к тому, о чем бы хотелось еще чуть-чуть подробнее поговорить, прежде чем начать отвечать на вопросы наших телезрителей. Вот уже поступили эти вопросы в виде записок. Существует доказано или не доказано, будем говорить так, высший разум, Бог. Я не знаю, как назвать, может быть, я здесь скажу что-то не так. Вот, но очень убедительно вы сказали о том, что нет у атеистов доказательств отсутствия Бога. Но вот множество религий, от чего оно? Почему это так? Да, с древних времен, вы правильно сказали, нет ни единого племени, которое чему-либо не поклонялось. Так? Но мы живем с вами сейчас в христианском мире, само летоисчисление от Рождества Христова. Но христианская религия, она не доминирующая во всем мире. Кроме того, само христианство подразделяется на различные течения православные, католики и так далее. Что в данном случае истина? Возможно ли, допустимо ли, вот это множество, количество религий, либо есть какая-то одна истинная? И как вот доказать, что именно, допустим, православие является истинной религией, а не является истинной религией мусульманства? Да, это вопрос очень важный, серьезный вопрос. Я попытаюсь прояснить его. Существует один мир, познаваемый мир. А вы знаете, сколько в астрономии различных теорий Вселенной? Не одна, а много. Если мы возьмем себе микромира, мир элементарных частиц, сколько разных теорий? Много. Откуда это? Странно. Мир один, а столько теорий. Мне очень нравится утверждение, которое, мне кажется, является одним из замечательных открытий. Хотя это, собственно, не открытие, а элементарное, кажется, истина. Но, говорят, все гениально и просто. Одно из утверждений XX века, которое сейчас звучит с огромной силой, оно заключается в следующем. Любая совокупность фактов, экспериментальных фактов, может быть объяснена сколь угодно многими способами. Причем непротиворечивыми, логически. То есть, к которым вы логически никаких претензий не предъявите. По этому поводу, например, Филипп Франк, известный физик, да, например, он писал, что иногда мы смотрим множество теорий перед нами. И каждый из них имеет все основания для утверждения своей истинности. А в результате оказывается, что истина совсем другая теория, о которой мы сейчас и не думали. К чему я это говорю? Уж если даже в отношении вещей этого мира, которые мы можем потрогать, разбить, разломать, понюхать, разложить, у нас такое огромное количество точек зрения, то что же можно сказать относительно природы того, кого мы именуем духом? Не имеющим материальной формы существования. То есть, это духовное существо. Как только мы сказали «Бог», этим самым мы сказали. Духовное существо, только духовное. Переживание Бога в различной степени обусловлено нравственным и духовным состоянием человека, как мы уже говорили. Очень во многом. Обусловлено оно даже, если хотите, спецификой природных особенностей данного человека, данного племени, данного народа. Есть много различных, так сказать, черт, свойств, свойств, которые обуславливают восприятие этого духа, переживание его. И вот это различие в писаниях, оно преломляется во что? В попытке выразить его словами и понятиями. Я переживаю, я чувствую, что есть кто-то, говорят так, кто-то есть, что-то есть. Да, ну кто, что? Вот стоятся философы или там богословы, ну, стоят люди, которые особенно этим обеспокоены, и начинают писать, кто он есть. И создаётся, смотрим, один написал одно, другой – другое. Но если этот человек очень авторитетный, талантливый, имеющий способность буквально вдохновлять других людей, просто покорять их, он становится религиозным реформатором. Он создаёт, говорят, религию. Будда, например. Это же был человек огромных способностей. Принц получил колоссальное образование, всё оставил, ушёл в джунгли, много лет подвязался. Так, представляете, какой почёт и уважение было ему? Наконец он получает озарение и излагает это своё видение своим ученикам. Буддизм приобретает определённое распространение. Итак, есть, оказывается, религиозные формы и религиозные представления о Боге, которые пресекает из человека. Он что-то чувствует, а излагает это, какими словами и понятиями? Вот теми, которыми мы пользуемся. Он говорит, Бог сильный, как вы выразите? Как бык, например. Ему видел вилонь быков, крылатых быков, представляете? Да, он мудрый, как змей, правда, в индуизме. Зайдите в храме, там гигантские изображения. Кстати, великолепное изображение – это змея, перед которым брахман, знаете ли, кадит перед носом этого змея. Ароматы. Итак, повторяю ещё раз. Есть, значит, некий путь, который в богословии называется естественным богопознанием. То есть, когда мы преломляем это ощущение Бога через призму своих понятий, знаний, образов и по аналогии с этими видимыми вещами создаём картины Бога. К чему они подобны, все эти картины? Они подобны примерно следующему, как в одной, знаете, индуистской притче. Сказано, что четверо слепцов ощупывали слона. Их спросили, ну, кто такой слон? Ну, один потрогал ноги и говорит, слон – это пальмы. Другой там зацепил за хвостик – ой, это змея. Третий потрогал его там за живот, говорит, ой, это огромная бочка. Четвёртый там до уха дотянулся, говорит, это банановые листья. Каждый из них прав, и каждый неправ. Необходимо, оказывается, какое-то целостное видение для того, чтобы иметь правильное представление об этом предмете. Христианство утверждает, что поскольку есть Бог, то, возможно, и сверхъестественное откровение. То есть, когда Бог сам о себе говорит, открывается. И вот есть религии, которые утверждают, что они основаны на божественном откровении. Об этом говорит христианство, об этом говорит Ветхий Завет, иудейская религия, об этом говорит мусульманство, что Бог сам открылся. Поэтому вот здесь возникает тогда вопрос другого порядка. Хорошо, там все естественные религии, и там понятно, что там всё это ощупывание слепых. А здесь как быть? О, вот здесь вопрос очень хороший. Здесь этот вопрос решается таким образом. Надо спросить. Взять лучших богословов из этих религий, лучших, самых лучших, каких только можно найти, и попросить их вот так, как мы с вами вот так сидим сейчас, и сказать, знаете, я прошу вас, не могли бы вы предложить мне аргументы, которые бы свидетельствовали о том, что ваша религия действительно Бог откровенна и истинна? Я понимаю, что вы верите, да, и я верю в своё, вы в своё, а аргументы у вас есть какие-нибудь или нет? Так вот, в данном случае я не могу сейчас распространяться, особенно я это вижу, так? Я вам поэтому отвечу, ну, вынужден ответить очень кратко, что, как ни покажется вам удивительно, что, оказывается, только христианство может предложить вам эти аргументы. Объективные причём. Не то, что я верю, не то, что я переживаю, вам об этом скажет любой представитель другой религии. Нет-нет, объективные. То есть, на которые может посмотреть и изучить человек со стороны. Со стороны. Даже, может, и вообще нерелигиозный. У христианства есть потрясающие аргументы. Ну, я сейчас приведу хотя бы один, чтобы иметь представление. Конечно, иначе будет неполное. Ну, конечно, иначе что такое. Что за аргументы, конечно. Мы уже с вами вот упоминали сегодня, что в течение, например, 300 лет, после возникновения христианства, оно подвергалось страшнейшим преследованиям со стороны римского государства. И не только римского. О чём это говорит? Вы представьте себе, что каждый человек, который объявлял себя христианином, подвергался казни, ужасной казни. Вопрос возникает. Как же могло существовать христианство 300 лет? Я знаю, стоило мне стать христианином, и кто-то на меня донёс, в смерть. А христианство не только существовало. Вы знаете, почему был Миланский эдикт в 313 году, который издал Константин, император великий? Почему? Христианство приобрело такой размах, такие масштабы. Столько верующих было у него, будем говорить, современным, генералов, полковникам, воинам. Столько знати. Он вынужден был уже считаться. Что это такое? Как могло быть? Откуда это? Ни в каком естественном порядке этот феномен объяснению не подлежит. Остается только одно. следовательно, люди, принимающие тогда христианскую веру, об этом мы читаем, получали... Вот тут я вынужден перейти на христианский язык. Вы извините меня, для всех людей, может быть, он будет не совсем понятным. Да, но я вынужден. Они получали такое действие благодати Бога, такое переживание радости, получали такие дары, в частности, прямо чудотворения, говорения на иностранных языках, дары пророчества, такой силы, перед которой все эти казни и угрозы смерти становились для них ничто. Повторяю вам, миллионы были замучены. Миллионы. И смерть для них была ничто. Что же это за феномен такой? Это что такое? Вот объявите сейчас, что за такую-то веру будут казнены, причем жестоко. Много останется? Думаю, немного. Но хочу еще вам, Алексей... Но это только один аргумент. Есть еще целый ряд аргументов. Попробуйте еще возрождите. Хорошо, христианство, истинная религия. А почему внутри самого христианства православие, католицизм, протентантизм и так далее? И почему именно православие и истина? Вот здесь уже, здесь уже, я боюсь, что у нас картина будет посложнее. Для того, чтобы я мог сейчас вам кратко и ясно ответить. Ну, попытаюсь. А религия, ведь это же не сумма просто знаний. Существо религии в переживании Бога, которое обусловлено, как мы с вами говорили, нравственной и духовной чистотой человека, людей, сообщества людей, которое мы называем церковью. Любая религия может деградировать. Каким образом? За счёт нравственной деградации людей. Вот мы упомянули бы католичество. А все мы историю проходили. И помним, хотя бы такой факт, как крестовые походы. Это честь христианству? Ну, это что такое? Когда отпускались грехи всем, кто идёт освобождать гроб Господень. Когда творились просто дикие убийства и насилие. Когда на лошадях въезжали в собор Святой Софии. Но творились во имя Господа. Да, во имя-то да. А мы с вами что сказали? Истинность религия обусловлена духовной и нравственной чистотой. Я могу и зарезать во имя Господа. И тем самым покажу себе, в какого Бога я верю. Не в Бога, а в дьявола. Духовной и нравственной чистотой. Видите, католицизм пошёл по какому пути? А папизм что такое, римский папа? Христос умывает ученикам ноги на прощальной вечере. И говорит, вы меня называете Учителем и Господом. Правильно. Видите, что я вам сделал? Делайте так же друг другу. Кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугой. А что такое папизм, папа? Глава не просто глава всей церкви. Непогрешимая глава, которым должны быть подчинены все епископы. Все. И всю историю папизма идёт эта иногда прямая агрессия, иногда культурная, психологическая, религиозная. Какая? По подчинению всех церквей мира папе. Вы подумайте, что делается. Вопреки прямым указаниям Христа, кто из вас первые, да будут последними. «Будьте как дети». Будьте как дети. Вот с чего началось, вот с этой гордыни. А как она возникла? Это неудивительно. Рим же был столицей, начало Римской империи. Естественно, римский епископ был первым из епископов. Естественно, все к нему относились соответствующим почтением и уважением. Смотрели на Рим, как на плод религии. И постепенно вот это человеческое начало, гордостное, то есть вот антидуховное приобрело господство над тем религиозным, христианским сознанием, о котором Христос говорит в Евангелии. Началась деградация. Недаром. Недаром же тот, о ком сейчас можно часто слышать, о ком пишет Евангелие Апокалипсис, как будет именоваться, именуется антихрист. Христом себя он назовет. Христом. Вы слышите, какая-то произойдет величайшая подмена Христа. Анти – значит вместо. Анти. И против. Так вместо Христа. Как Христос? Объявить себя Христом. Поэтому декларация о своих христианских убеждениях без соответствующей духовной, правильной духовной и нравственной жизни – это и есть самообман. Он закрывает от человека Бога. А как этот завес начинает закрываться, то есть глаза перестают видеть, тут начинаются повреждения и догматические, и нравственные, и структурно-церковные, и прочее. Вот в чем причина того, что мы говорим, что католицизм неверен. Это глубокое заблуждение, это ошибка. Православие еще сохраняет изначальное христианство, как оно идет изначало. А протестатизм пошел еще дальше. Ему и католичество оказалось, знаете ли, слишком тяжелым. Я вам назову только один из тезисов, и вы сразу поймете. Вот как оценить такое утверждение? Верующему, кто верил во Христа, грех не вменяется в грех. Ну, так грех не вменяется в грех. То есть не грешен. Есть он верующий. Ну, здесь какое-то парадоксальное утверждение. Не только парадоксальное, ужасное. Оказывается, если я верую, куда же меня толкают? Стоит только поверить, и уже мне грех не вменяется в грех. Это что же тогда будет? Мы святостью, святостью Христовой. Что это за утверждение? Вместо подвига жизни, понуждения себя стать человеком, каким? По образу Христа. Здесь, оказывается, подход чисто формальный. Я верую во Христа, я свят. Это надо, знаете ли, иметь какое сознание, чтобы дойти до такого утверждения. От того, что я крестился, и веруя, что Христос 2000 лет тому назад пришел, пострадал за меня, значит, я уже свят? Простите. Мне кажется, каждому человеку сразу ясно, с чем мы имеем. Здесь какая-то колоссальная принципиальная ошибка в понимании религии. Вот так. Это кратко, я сказал. Если долго, то тогда, знаете, времени нам не хватит с вами. Да, времени нам, пожалуй, не хватит. Алексей Ильич, как-то незаметно уже почти что 40 минут эфира у нас прошло. Вы знаете, поступило очень и очень много вопросов от наших телезрителей. Я даже не знаю, уважаемые телезрители, сможем ли, сможет ли, прошу прощения. Прошу я прощения, я очень долго говорю. Нет, не долго, интересно, сможет ли Алексей Ильич ответить сегодня на все эти вопросы. Я бы сказал одно. Может быть, мы скажем нашим телезрителям, что наша встреча с вами не последняя? Ну, пророчествовать, конечно, трудно, хотя и интересно. Хотя и интересно, да. Тогда, Алексей Ильич, если только это возможно, я почему говорю, если только возможно, кратко ответить на те вопросы, которые поступили. Да, я чувствую, у вас такая стопа, что здесь кратко ответить. Я вот постараюсь их как-то немножечко... Лобанов Евгений, врач, спрашивает, не является ли ислам агрессивной религией, и не будет ли Третья мировая война между исламом и христианским миром? Я думаю, что в настоящий момент нет. Если искусственно не будет создана почва для конфликтов. Я встречаюсь с мусульманами, и, конечно, они совсем не те, что были в начале возникновения этой религии, когда и сам распространялся огнём и мечом. Сейчас, мне кажется, эта религия носит другой характер. И с моей точки зрения, этого при естественном ходе вещей, этого конфликта, не должно бы быть. Алексей Иванов спрашивает, можно ли считать концепцию «Бог есть любовь» наиболее реальной? Существуют ведь и другие. Нужно, для того, чтобы ответить на этот вопрос более реальный, нужны критерии. А интересно, с помощью каких критерий мы можем судить об этом? Единственные критерии, которые у нас есть. Пусть кто-нибудь в мире назовёт что-то высшее для человека, чем любовь. В шалаше, в бедности, в изгнании готовы жить, но в любви. Помните Аиду? В дворцах, в роскоши и в изобилии. Если нет любви, жизнь становится ненавистна. Итак, мы знаем, что нет в человеческом мире ничего более высокого, более прекрасного, более совершенного, чем любовь. И когда мы говорим «Бог», то мы говорим о ком? Об идеале всего совершенного, что можем себе представить. Поэтому я не вижу ничего другого, более совершенного и возвышенного, чем утверждение, что Бог есть любовь. Кстати, это утверждение, которое встречается только в Новом Завете, беспрецедентно по существу в истории религиозного сознания. Говорилось о милосердии Бога. Но о каком милосердии? Я обладаю полнотой власти, но я могу кого-то помиловать, кого-то наказать. Христианство утверждает, что нечто уникальное и беспрецедентное – он, сам Бог, становится последним нищим для спасения человека. На крест восходит. Поэтому апостол Павел и пишет «Мы проповедуем Христа распито, иудеям соблазн, эллином безумие». Да, чтобы Бог позволил для спасения человека принять такой позор и такие вещи – это действительно безумие. И только нужно понять христианство, чтобы увидеть, что это предел любви, предел, выше которого уже нет. Как мать бросается в огонь, погибая сама, но спасая своего ребёнка, тоже произошло здесь. Только исходя из этого критерия мы можем сказать «Да, выше этого я ничего не знаю». Алексей Ильич, тогда вопрос, наверное, будет у меня. Не кажется ли вам, что есть некое противоречие между Старым Ветхим Заветом и Новым? Вот, допустим, в Пятой книге Моисеевой «Око за око, зуб за зуб, нога за ногу» и так далее, и так далее, и так далее. В Евангелии Христа, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. То есть там разрешается или утверждается, или наказывается даже насилие определённое, а далее – любовь. Вы правы. И на этот вопрос прямо отвечает сам Христос. Если вы возьмёте Евангелие от Матфея, пятая и шестая глава, вы найдёте там удивительные слова. Христос, обращаясь к евреям, окружающим его, и говорит «Вам сказано, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». Прямо и перечисляет. Вопрос действительно. А как же такое? Моисей же сказал. Да, Моисей. А он на это отвечает. Христос. «По жестокосердию вашему так было сказано, но так не было от начала». Спасибо. «С приходом христианства на Русь, спрашивает наш телезритель Николай, выжигались капища, и сама вера языческая уничтожалась безжалостно. Не может ли постигнуть такая же участь христианства, если, допустим, что появятся люди, называя своего Бога истинным? Не должно ли христианство нести чувство вины за содеянное?» Дело в том, что такие факты были, имели место, но забывают о том, что эти факты на фоне общего исторического процесса христианизации Руси были отдельными, локальными и ничтожными моментами. Мы помним, как Владимир принял, князь Владимир, христианство. Приняла его дружина. Князя Владимира любили все. И кто противились? Для этого нужно посмотреть. В основном противниками были жрецы, то есть те люди, которые от религии имели соответствующий доход, жизнь и так далее. Вот были люди, конечно, убежденные. Но я скажу так, по тем временам, да, были и столкновения. Это совершенно верно. Но это был процесс совершенно естественный, когда страсти, оказывается, превозмогали, если хотите, веру. Но сам Владимир с чего начал? Он начал отпускать преступников. И чуть ли не натворил даже, знаете, таких дел, что вынужденные епископы были ему сказать, Владимир, что ты делаешь? Если ты будешь так поступать, то скоро твое государство превратится в вертеп разбойников. Так что нужно смотреть на учение христианское и на тех, кто действительно соответствовал христианским началам жизни. Но чтобы в христианстве всегда были люди, отступающие от них, и есть они, и будут они, об этом говорить не приходится. Они были и тогда. Тем более, что если только что обращенный язычник, который еще оставался по душе своей полным язычником, естественно, он мог применить и методы для обращения в свою веру, языческие. Но христианство против этих методов. И если они были, христианство именно решительно отмежевывается от них. Никакого насилия. Если бы насилие было возможно, тогда сам Господь Богу что сделал? Вот явился бы сейчас, и все бы не спали. Или пригрозил бы всем я вас в преисподнюю. Все было бы очень просто. В том-то и дело, что христианство утверждает принцип свободы. И там, где нет свободного обращения, там не может быть и истинного христианства. Поэтому все эти факты, конечно, мы рассматриваем как негативные факты, как несоответствующие христианскому мировоззрению. А в отношении того, что с христианством может быть, это уже было. Возьмите революционные годы, 20-е, 30-е годы. Факты налицо. Как раз вопрос в продолжении того, чего сказали. Да, вы правы. Могу даже сказать по себе, я отношусь к тому поколению, которое воспитывалось, я не скажу, что на принципах атеизма, но без религии. Да, нас крестили в церкви, но не более того. То есть прийти в церковь или прийти к Богу, многие сейчас идут, но как-то идут, скажем так, своей дорогой, пробираясь сквозь дебри, сквозь потемки. Некоторые стесняются, допустим, пойти в церковь, прийти там и исповедь. И вот такой же, наверное, вопрос задает Николай Петрович, наш телезритель, педагог. Многие говорят, главное это жить по совести. А вера в Бога, церковь, всякие ритуалы, это не надо, это лишнее. Как вы думаете, можно не ходить в церковь, не соблюдать различные церковные каноны, но иметь, как говорится, Бога в душе, соблюдать заповеди и считать, что этого достаточно? Я скажу, что в высшей степени трудно. Дело в том, что когда мы говорим «Бог» и говорим «Церковь», то сразу за этими словами стоит целый ряд нравственных положений, нравственных идеалов, нравственных норм. Когда мы сказали «Бог», мы сразу говорим «Любовь». Какая любовь? Любите врагов ваших. Интересно, по совести как я буду поступать? Когда мы говорим «Церковь», нельзя завидовать. Завидовать. А что, кому я разве плохо делаю? Ну, я завидую и завидую. Я же зеленею. А что речь идет о мыслях, о моих чувствах, о моих взглядах, я говорю, физических даже, не умственных взглядах. Ведь сколько внутри нас и лицемерия, и лукавства, и притворства, и тщеславия, и гордыни. Это что такое? Откуда я могу взять весь комплекс вот этой грязи, которую я даже и не знаю, что это грязь? Только приобщившись к церкви, я могу узнать, что, оказывается, это грязь. Грех что такое? То, что наносит мне рану. Оказывается, когда я горжусь, тщеславлюсь, завидую, я избиваю свою душу. Поэтому без церкви, в одиночку, это все равно, что взять и Средиземное море переплыть. Или еще лучше Атлантический океан. Взять прямо из Испании, там в Америку, путь Колумба проделать. Если это легко, не знаю, может быть, но трудно мне кажется. Владимир Экономист спрашивает, как стать православным, как научиться молиться? Я понимаю, Алексей Ильич, Ваш вздох, он говорит о том, что в двух словах тяжело ответить на этот вопрос. А может быть, что-то Вы скажете нашему телезрителю? Да. Я скажу одну вещь, которая, может быть, прозвучит неожиданно даже для многих. Для того, чтобы стать христианином, в первую очередь, нужно увидеть себя. Что это значит? Увидеть, что я далеко не соответствую тому идеалу человечности, который во мне присутствует и о котором мне очень часто напоминает моя совесть. Тот человек, который видит себя хорошим, достойным, нравственным, идеальным, он никогда христианином не станет. Даже если он формально крестится, если он формально будет ходить в церковь, он христианином не будет. Вот интересная вещь. А от чего меня спасать-то, собственно? А зачем мне христианство? Я же хороший. Я уже хороший. Я хорош. В том-то и дело, поэтому обратите внимание, с чего начинается проповедь Иоанна Крестителя, этого предтечи Христа? Покайтесь. С чего начинает Христос свою проповедь? Покайтесь. Что такое покайтесь? Там стоит греческое слово «метания», то есть изменение образа мыслей, изменение меня, изменение. Я должен измениться, то есть отвергнуть вот то зло, которое я вижу в себе. Как, знаете, чили на носу. Я же не могу сказать, что это хорошо. Какая прекрасная изюминка у меня. Я сразу скажу, ой, надо мне от него избавиться. Так вот, чтобы стать христианином, чтобы стать православным, в первую очередь необходимо очищение своей совести. Для этого нужно себя увидеть. А как увидеть? Сравнить себя с Евангелием. Ведь нужна норма, критерий нужен. Я не знаю, если она белая, или серая, или чёрная, какая. Нужно сравнить с чем-то. Эталон. Как вот длину. Вот надо взять, да, надо взять эталон, который в парижском подвале, там, метра. Вот тут я узнаю, длинная это или короткая вещь. Так и здесь нужен эталон. Так вот, если человек хочет стать православным, он должен, во-первых, изучить тщательно евангельские вот это. Евангелие. Кто же такой истинный человек? Каковы его свойства? Мы же все говорим, человек. Кто это человек? Норма. Евангелие даёт эту норму человеку. Христос как образ и как учение. Вот нужно с чего начать. И сопоставив это, тогда я увижу, насколько я нищ, убог и нах. Увидев это, я смогу тогда обратиться туда, где хочу исправиться. Так начнётся моё православие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok